У Деда Мороза подарки в мешке, у Татьяны Океанской в багажнике. С радостной миссией уполномоченная по правам ребенка в регионе приехала к этому дому на шестом линейном переулке. Здесь ее встречают молодые многодетные родители. У Кристины и Александра месяц назад родилась тройня – девочки Вика, Кира и Алиса. Детский омбудсмен решила помочь семье и подарить коляску. Спонсоры нашлись сразу. Найти такое чудо техники в магазине несложно, а вот купить затруднительно. Новая стоит больше 60 тысяч рублей. Для семейного бюджета сумма большая, ведь затраты увеличились втрое. Нужно купить три кроватки, нужно купить все в тройном размере, коляска на тройню. Кристина и Александр к роли родителей только привыкают. Шутят, что еще находятся в шоке. По распорядку, да, у нас в определенные часы кормления, в определенные часы умывания и так далее. Ну, то есть, если вот так вот все просписать, то вроде бы и ничего. Детский омбудсмен рассказал родителям об их правах и обязанностях. Обещала сделать еще один подарок – составить персональную памятку-навигатор с адресами социальных служб и необходимыми каждой маме, контактами медицинских учреждений и центров развития. Как многодетная семья, они мне сказали, что уже сходили в соцзащиту, они уже подали необходимые документы для того, чтобы получить удостоверение многодетной семьи. И как только это будет осуществлено, так сразу все гарантии появятся. Прежде всего, какие-то льготы по оплате жилищно-коммунального хозяйства. Это, конечно, выделение земельного участка. Татьяна Океанская посоветовала Черниным встать на очередь в детский сад. К сожалению, привилегий в этом вопросе у многодетных семей нет. Средства материнского капитала молодые родители решили потратить на образование детей. Рождение тройней – случай редкий в природе в целом и в городе в частности. В Иванове, по статистике, таких семей одна-две в год. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.